Как работает волонтерское движение в нашей республике? В прямом эфире поговорим с исполнителем-директором Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяной Миронюк. Татьяна, доброе утро. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы. Если я не ошибаюсь, в 2016 году был принят закон на волонтерской деятельности, который на сегодняшний день, собственно говоря, регламентирует работу добровольцев. Скажите, чем продиктована необходимость его обновления? Почему об этом в один голос говорят практически все лидеры волонтерских организаций республики? Доброе утро. Спасибо за приглашение. Но хотелось бы сказать, что закон принят в 2016 году. И понятно, что сам законопроект, он писался еще до принятия закона. Это многолетняя работа всех волонтерских организаций, которые в этом участвовали, да, и тех, кто поддержал этот закон. Естественно, мы понимаем, что сейчас очень быстро движется мир, какие-то проекты и так далее, и волонтерское движение набирает огромные обороты. Закон, он действительно носит более рамочный характер. Может быть, что-то в нем не прописано, то, что хотелось бы добавить. И с течением времени имеет смысл его дополнить, может быть, какие-то пункты изменить, которые уже не являются актуальными и так далее. И у нас есть подзаконные ведь акты, но пока по ним не ведется такая полноценная работа. Это достаточно новый закон, и мне кажется, есть смысл сделать все, чтобы его сейчас, как раз-таки в преддверии года волонтера, изменить. Я понимаю прекрасно, что это очень долгий период и процесс, то есть это, наверное, займет целый год, а может быть и больше времени, потому что это должны быть группы, эксперты, которые будут этим заниматься, волонтерские организации, которые дойдут свои рекомендации. Но однозначно в законе есть моменты, которые хотелось бы изменить. У вас есть какие-нибудь три позиции лично от себя, как от волонтера, которые вы бы внесли в данный законопроект? Ну, мое мнение, оно такое личное, да, мнение. Коротко, просто три позиции какие-нибудь. Коротко, если. Первая позиция, мне хотелось бы, чтобы в законе было четко прописано, с какого возраста волонтеры могут быть волонтерами. Так. Да, потому что там все приравнено к трудовому кодексу, и, к сожалению, люди, наверное, не поднимают дополнительные законы и так далее. Хотелось бы это увидеть. Мне хотелось бы еще раз просмотреть то, чем организации должны снабжать волонтера, когда он участвует в каких-то чрезвычайных ситуациях, в каких-то поисковых группах и так далее. То есть просмотреть, да, такую зону риска. И, может быть, посмотреть именно те подзаконы и акты, которые касаются реестра, потому что, мне кажется, реестер, который носит бумажный характер, он уже устаревает, нужно уходить в интернет-пространство. Как раз для этого существует платформа, государственная платформа от Министерства информации и общественного развития, и хочется, чтобы она легла в закон. Хорошо. Это три такие главные, первые, которые пришли к вам. Ну, это мое, да. Понятно. Давайте отдельно остановимся на качестве проектов, которыми занимаются волонтерские организации. Кем это качество контролируется, и вообще есть ли какой-нибудь контроль, и что делать с новичками рынка, которые не сильно переживают за свою репутацию, в погоне за тем, чтобы получить какой-то госзаказ? Ну, давайте определимся так, да, что госзаказ, гранты и так далее, но большая часть волонтерских организаций, это все-таки волонтерские группы инициативные, которые получают какие-то средства от спонсоров, от каких-то привлекаемых дополнительных ресурсов, или сами вкладывают средства. Естественно, они сами несут ответственность за то, что они делают. Очень бы не хотелось превратить следующий год, особенно у нас всегда любят такую волну следующего года и так далее, ждут в преддверии. Очень бы не хотелось, чтобы как раз все организации стали в том числе и волонтерскими направлениями, для того, чтобы получить какое-то спонсирование и так далее. Все-таки есть те представители, которые достаточно давно занимаются волонтерством, и хотелось бы получить их опыт. Я напомню, спасибо. В принципе, этого достаточно. Вопросов, конечно, много, тем более в преддверии 2020 года, года волонтеров, напомню. Отпустим нашего гостя. С нами на прямой связи была исполнительный директор Национальной волонтерской сети Казахстана Татьяна Миронюк. Спасибо. Продолжение следует...